Запись, окей, Нехама, пожалуйста. Добрый день всем. Мы сегодня разбираем главу Китиса в центре, который стоит, многие знают, грех Золотого Тельца. Но сегодня я не хотела концентрироваться именно на этой главной теме нашего недельного раздела, а поговорить немножко о другом. И я сделаю небольшое предисловие. Я уже несколько раз об этом говорила, но я считаю, что это вещь очень важная. И об этом стоит задуматься и понять смысл, потому что я не уверена, что до конца понимаю смысл этого. Но это некоторый факт, который требует осмысления, что он действительно существует. Простейшая вещь, которую нужно сказать, что Тара многими воспринимается как книга законов. Это правда. С чего начинает комментирование Тары? Он говорит, надо было теоретически начинать Тару не с Береши, а с первой заповеди, которая была дана Израилю. Почему у него такое предположение? Потом он объясняет, почему не начало. Мы не так начинаем. Но почему он высказывает такое предположение? Потому что ему очевидно, что Тара – это книга закона. Что главное значение Тары – это дать народ закону. И, в общем, это нельзя отрицать с одной стороны. С другой стороны. Как книга законов Тара ужасно плоха, скажем так. Потому что книга законов, например, Уголовный кодекс или Шульхана Руха, который был сформулирован намного веков позже, чем была дана Тара, он устроен удобно. Он устроен последовательно. Там перечисляются темы, в каждой теме, по теме. И ты можешь там найти закон, который тебя интересует. А в Таре нет такой последовательности. В ней есть несколько больших корпусов, в которых даются законы. Есть мелкие какие-то отрывки, из которых делаются выводы о законах. Но эти законы упоминаются в Таре неоднократно, в разных книгах и в разных контекстах. И противоречит иногда друг другу. То, что сказано в одном, не сказано в другом. А иногда сказано одно в одной книжке и другое в другой книжке. И это может довольно сильно запутать. Конечно, наши мудрецы все это объяснили, всему нашли объяснение, вывели, каков правильный закон. И действительно, Тара дала нам инструменты для того, чтобы находить правильный закон. Но, тем не менее, по своей структуре, Тара – это не книга закона. По своей структуре Тара – это рассказ. Это история, я бы сказала, если бы в русском языке не существовало синонимов. История как история и история как история. То есть это довольно сложно. На этом играет Булгаков, когда говорит, что сегодня на патриарше будет история. Какая история? Так вторая – это рассказ, я скажу. Хотя правильнее сказать – истории. В ней много разных историй. И законы возникают, исходя из той истории, которая рассказывается. То есть не потому эти истории там приводены, чтобы как бы нас немного развлечь перед тем, как научить нас законам. Хотя некоторые, например, современные исследователи считают, что поскольку Тара передавал СУС на какое-то время, и людям трудно не умели читать и писать, им трудно было заполнить законы, и вот поэтому вокруг наплели разных историй, чтобы легче законы запоминались. Но меня лично такое объяснение не устраивает, потому что я отношусь как к священному тексту. И этот текст совмещает в себе и историю, и закон. Причем закон чаще всего он вытекает из самой истории. В частности, там, по комментарию Раву Шеркин. Синаевское откровение происходит потому, что народ говорит, мыше, мы не верим. Тебе мы хотим услышать все, что нам сейчас говоришь от Всевышнего самого. И поэтому происходит синаевское откровение. То есть оно должно происходить. Должно было быть дарование Тарли. Но все это развивается некоторым образом, как итог некоторой истории. Вообще говоря, даже есть некоторые комментарии, которые говорят, что Тарли не только история, она еще и песня. Есть такой, в главе Азина, перед тем, как мыше, перед прощальное слово говорит Израилю, и там упоминается, что он эту песню сказал до конца, или запишите эту песню. И, в общем, по прямому смыслу большинство комментариев считает, что говорится о песне, о словах последних месяц. Но есть комментарий, например, Ран Пага, Леви Бенгершом, XIII века, комментарий. Он считает, что имеется в виду вся Тара. Может быть, это не по прямому смыслу, но намек, безусловно, существует. То есть одним из важных аспектов компонентов Тара – это песня. То есть нечто более глубокое, чем просто запомнить. И вот мы, как я уже сказала, увидим эти два аспекта, и это очень важно видеть, как они сочетаются. И это часто нам объясняет, почему в разных книгах мы видим разный взгляд на эти и те же законы. Но то, о чем я хотела сегодня поговорить, это два корпуса законов, которые встречаются в одной книге. Один из корпусов, он описан после Синайского главе Мешпатии, он довольно длинный. А второй корпус встречается здесь, у нас, в нашей главе Хитиса, после греха Золотого Тельца. Вот в главе Мешпатии, на самом деле, при сравнении этих двух корпусов, очень важно провести детальный текстовый анализ, сравнение. Но на все это у нас сегодня нет времени, и я упомяну это только в общем. Как устроена глава Мешпатии, и как сборник законов главы Мешпатии, и как устроен сборник законов в нашей главе. И упомяну еще небольшие различия, чтобы понять, каким образом это вплетается в ткань повествования. И если сейчас мы посмотрим, одну секунду, в главе Мешпатии. На самом деле, это начинается еще в главе Итро, да, вот у нас, в главе Итро. После того, как Синайское откровение, весь народ видел громе и пламя, и звук шафара, это продолжение Синайского откровения, а дальше сказал Господь Маше, так скажи сынам Израилеву, вы видели, что с неба говорил я с вами, не делайте богов серебряных, богов золотых. Это как бы предисловие главе Мешпатии. Даже наши мудрецы отнесли это в отдельную недельную главу, в предыдущую. Еще они отнесли это как бы к теме Синайского откровения. Но сама глава Мешпатии, ее центр, он не в этом, а в том, что законы, которые положишь им. И дальше начинается огромный сборный закон. Начинается законов еврейского раба, потом законы, кто ударит человека, если кто-то умертвит ближнему своему, если кто ударит отца и мать, про кражу, про злословие, про законы раба, про драку и про законы ущерба. Все эти законы, которые здесь приводятся, это законы общества. Как люди должны устраивать взаимоотношения между собой, между человеком и его ближним, между человеком и его родителями, между как относиться к рабу, как возмещать ущерб и так далее. Как относиться к краже и потрава, и законы одалживания и так далее. Обольщение, опять же, неразначение ложного слуха, возвращение пропажи. Все это показывает, как правильно организовать общество. Но в конце этого всего у нас идет еще несколько законов. Закон «Шесть дней за свою землю твою собирай плоды». Закон «Седьмого года». Да, в «Седьмой» оставляй ее в покое, не трогай ее, чтобы питались неимущие из народа твоего, а в остальном из них питались звери полевые. То есть, во-первых, тут закон о «Седьмом годе». В контексте, опять же, взаимоотношения в обществе. И далее «Шесть дней делай дела свои», «Суббота», «Седьмой день покойся», чтобы отдохнул волк твой и осел твой и передохнул сына рабы твоей и пришелец. Для чего? Опять же, суббота, мы знаем, суббота – это святой день, с шести дней творения он установлен. Тем не менее, в данном контексте все у нас идет в контексте взаимоотношений между людьми. Это определенный аспект субботы, который здесь подчеркивается. Далее у нас идет еще указание про праздники. Праздники – это уже немножко в сторону отношений между людьми. Это некоторая перемычка, некоторый переход к тому, что завершает нашу главу, когда в конечном итоге Бог возвращается к своему запрету «служить другим идолам». Он говорит, когда ты войдешь, если ты будешь… Когда я приведу тебя в землю, не поклоняйся богам, неслужим и так далее. Короче, основное место в этой главе «Шпатима» – это общественное устройство. То есть то, что, в общем, Бог хочет от нас. Но при этом все, что мы читали здесь, это завет, это союз, который Бог заключает с Израилем. Он основывается на том, что Израиль заключает союз с Богом, Бог заключает союз с Израилем, не будет у нас других богов. И тогда он тебе дает наставление, как правильно строить свою жизнь. Это две вещи, связанные между собой. Но основное место все-таки уделяется здесь, каким образом правильно построить свою жизнь. Это то, что Бог сказал, в ревности на этом. А теперь то, что происходит дальше, у нас происходит грех золотого тельца. То есть оказывается неожиданно, что народ Израиля не в состоянии построить свою жизнь самостоятельно. Он не в состоянии вынести отсутствие Всевышнего в своей среде. И сразу первое, что они делают, они кидаются к чему-то другому. Не важно в данном случае, не так уж важно, какие намерения у них были. Служить идолам или сделать идол, который будет соединять их со Всевышним. Тем не менее, они не в состоянии выжить без постоянного присутствия Бога в их среде. Поэтому моментально, поразительным образом после такого замечательного откровения из Союза и проходит много времени, как они изменяют Всевышнему, своему Творцу. И это поразительная вещь. И эта измена, она, собственно, приводит к тому, что Союз расторган. Потому что основой Союза, как мы видели уже выше в главе Мишпатима, основой Союза является то, приверженность Богу Израиля. Запрет делать идолу, запрет служить другим богам. Невозможно сидеть на двух стульях. Если ты веришь Богу, ты должен эту верность соблюдать, даже в тот момент, что его, как бы, по видимости нет внутри тебя. Что же у нас происходит в главе, после того, как на самом деле Муше добивается того, что Бог прощает Израиль? После того, как он его прощает, заключается Новый Союз. После того, как он ему говорит, вытешит две скрижали Новый, он говорит так, и сказал он, вот я заключаю Союз. То есть, почему нужен Новый Союз? Понятно, потому что старый расторган, потому что народ изменился вышнему. И все, что было раньше обусловлено верностью народа, все, оно сейчас недействительное. И поэтому то, что дальше говорится в Новом Союзе, он устроен совершенно наоборот. Очень сильно отличается. Вся вот эта сердцевина, которая говорит о правильном устройстве общества, она как бы куда-то исчезнет. Ее нет. Здесь основной упор на то, что еврейский народ должен быть верен Богу, что запрет поклонения другим богам. И в частности, когда я веду тебя в ту землю, в которую ты идешь, вот сейчас вообще никакого особого соблазна не было, а если вы придете в ту землю, и вы и ты уже согрешили, но когда ты придешь в землю Израиля, вокруг будут другие народы, которые будут, будет гораздо больше соблазн пойти за ними и служить их богам. И поэтому Бог здесь делает гораздо больше упор на запрет долпоклонства. Тем не менее, тут дальше идет повторение того, что было в главе, как бы, мы видим, что произошло. Мы хотим восстановить Союз. И Бог говорит, хорошо, я восстанавливаю с вами Союз, но только, поскольку вы вот такие, такой у вас непостоянный нрав, сегодня я, ваше Бог, а завтра вы сделаете себе других благов, я еще раз хочу предупредить и строго предупредить, что мои условия – это запрет водограда. И тогда мы можем продолжать. И как бы весь этот корпус, все эти законы, они настроены на это. Тем не менее, вот после того, как говорят, богов ли ты их не делай себе, а дальше он возвращается частично к тому, что было у нас в главе Мишпатим. Праздник опресленков соблюдай, семь дней ешь опресленков, как и на ночное время и так далее. И он упоминает опять те праздники, к которым шла речь в главе Мишпатим. Зачем? Мы же о них уже слышали. Мы знаем, что надо всем не соблюдать праздник Песах. Тут есть небольшие изменения. Можно объяснить, почему эти изменения есть. Но нет достаточно времени, как я уже сказал, трогаться в подробности. Объяснение такое, по-видимому. Зачем заново пришлось упоминать о праздниках? Праздники у них двойное какое значение. Там мы слышали про праздники, потому что это в каком-то смысле было частью единения народа, частью жизни, общей жизни народа. Когда весь народ приходил в храм на праздники, это очень сильное объединение такое. И в каком-то смысле это часть его общественной жизни, часть взаимоотношений внутри народа. И праздники в этом играют огромную роль. И до сегодняшнего дня мы продолжаем праздновать еврейские праздники и хелонием, и дотеемем. Религиозные и нерелигиозные. Все отмечают еврейские праздники. В той или иной степени. Очень мало кто вообще не отмечает никаких праздников, для которых для них нет ни Песаха, ни Шивота. Но общественное пространство, оно всегда-всегда занято праздниками приближающимися. Мы откроем любые рекламы сегодня. К Пуриму или к Песаху или к Шивоту обязательно будет там молочный продукт, к Шивоту и так далее. Неважно. Каждый в той мере, в которой он соблюдает, для него это важно. Это часть жизни народа. Тем не менее, это один аспект праздников. Другой аспект праздников, что это связь человека с Богом. Все три раза, три праздника упопянутых в Таре. Заповедно человеку приходить в храм три раза в году. И поэтому тут праздники играют двоемку роль. Там они упоминались, как некое связующее звено внутри народа. А здесь они упоминаются, как связующее звено между народом и Всевышним. И важно ему упомянуть их здесь, чтобы сказать, я подчеркиваю очень сильно, что вы сейчас должны прекратить заниматься недолпоклонством и никогда этого не допускать. Но с этого момента мы возобновляем союз. И все будет как раньше. Раньше мы договаривались об этих праздниках. Дальше мы тоже будем их продолжать праздновать. Это по-прежнему нас будет связывать. Я хочу только сейчас еще подчеркнуть несколько изменений. Да, ну вот, например, то, что я хотела сказать, что седьмой год, например, и суббота, там они упоминались, как некоторые социальные необходимые дни, которые дают возможность себе предоставить свободу или отдохнуть своему ближнему или рабам, или седьмой год, чтобы дать возможность владеть землей тех бедным и так далее. А здесь это все упор, безусловно, идет только на связь между Богом и народом. Потому что этот корпус, он посвящен возобновлению именно завета, а не социальным правилам устройства общества. Тем не менее, есть еще одно изменение, например, когда он говорит о посещении храма. И тут довольно странная разница есть. Когда он говорит в нашей главе, что я прогоню народа от лица твоего, и расширю предела твоей, никто не пожелает земли твоей, когда пойдешь являться перед лицом Господа, Бога твоего, три раза в году, я подчеркну тут перевод, пред лицом Господа, но сказано, на самом деле, это не пред, это как бы им, вместе. Ты приходишь к Богу, не перед Богом, а вместе с Ним. Тогда, как в главе Мишпатима, было сказано Лифней Ашем. То есть там было сказано перед Ашемом, когда говорится об обязанности проходить к нему в храм три раза в году. То есть тут мы видим некоторое очень существенное изменение, что если раньше это было где-то впереди, Всевышний, которым ты должен прийти, Эль, Эль Ашем, да, к нему уйти, то теперь Бог говорит, знаете что, вы должны приходить прямо ко мне. Мне гораздо ближе к нам. И оказывается, каким-то, таким, мне кажется, может быть, это будет немножко спекуляцией сказать, но у меня такое ощущение, что это подчеркивает этот кризис Золотого Тельца, разрыв отношений между Всевышним и народом. На самом деле, после того, как он преодолен, он приведет еще к большей близости Всевышнего к народу. И больше того, после этого, он обещает народу, что построите мне храм, и я буду находиться внутри него. То есть народ осознает, что на самом деле, насколько важно ему, чтобы все время Всевышний находился среди него. И Всевышний обещает народу, да, вам так это нужно, я буду находиться внутри вас, и вы приходите ко мне. То есть в каком-то смысле после этого кризиса происходит дополнительное сближение между народом и Всевышним. Вот такое у меня ощущение. Можно, конечно, с этим спорить. То есть я думаю, что это имеет значение и для нашей жизни тоже, что какие-то тяжелые испытания, когда мы преодолеваем, мы выходим иногда. Удается нам выйти на некоторую другую ступень отношений, например, или на некоторый другой уровень жизни. Не всегда, конечно. Одни говорят, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, а другие говорят, что это не всегда справедливо, но будем надеяться, что это во многих случаях справедливо. Спасибо за внимание. Окей. Господа внимательно слушающие, пожалуйста, вопросы к Нехаме. Ну, народ внимает и слушает. Окей. Хорошо. Мне казалось, что я еще раз подчеркну, что то, что я хотел показать, каким образом корпус закона меняет свой характер в зависимости от контекста. То, что происходит вокруг, очень сильно влияет на то, какой аспект закона отражает этот корпус. Ну, это, в общем-то, заключение, чтобы подвести черту. Окей. Ну, хорошо. Если народ, если у народа нет вопросов... Давайте доктор Линец тогда, да. Да, мы перейдем к следующему докладчику и продвинемся дальше. Доктор Линец, уважаемый, надо сказать. Да, я готов. Все, экран мой. Готово. Так. Значит, я, конечно, буду говорить про историю с золотым теленком, но я ее буду рассказывать только в некоторых конкретных аспектах, в частности, про роль Аарона. И сначала я вам напомню сюжетную канву. Ну, во-первых, я напомню вам, что я пользуюсь вот этой вот белой книгой и оттуда все читаю. Прямой перевод Торы. Итак, народ сделал золотого теленка, Всевышний говорит Маше. Маше находится на горе Синай. Всевышний говорит Маше, давай быстренько спускайся вниз, там у тебя проблемы с народом. Маше спускается вниз, видит золотого теленка, видит пляски и песни, разбивает скрижали. И сказал Маше Аарону, что сделал тебе народ этот, что навел ты на него вину великую. Стоп. Значит, граждане, вот я когда готовился к сегодняшнему дню, я первый раз прочитал эту главу совершенно другими глазами. Значит, смотрите, что Маше говорит Аарону. Ты навел на народ великую вину. То есть, Аарон главный зачинщик и главный виновник ты навел на народ. Что дальше, говорит Маше? И встал Маше в воротах лагеря и сказал, кто за Ашем ко мне? И собрались к нему все сыны Леви. И сказал им, так сказал Ашем Илухим Израиля, положите муж меч свой на бедро свое, пройдите и вернитесь от ворот до ворот в лагере и убивайте муж брата своего, и муж ближнего своего, и муж родственника своего. То есть виновные в ошибке с золотым теленком наказание смерть. И это не образ речи. Тора нам говорит конкретно. И сделали сыны Леви по слову Маше, и пало из народа в день тот около трех тысяч мужей. И у меня возник вопрос, который меня просто сбил с ног. Простите, около трех тысяч мужей убито, а Аарон не убит. И история с Аароном будет продолжаться еще и всю книгу Шмот, и книгу Ваикра, и книгу Бамедбар, там значит только вот в самом конце Аарон приобщился к народу своему. Да как же такое может быть? Всевышний сказал, Маше передал слова Всевышнего, левиты провели наказание тех, кто, вот как говорила Нехама, кто нарушает союз, кто занимался водой с Аарон, а Аарона не тронули. И я начал искать для себя по крайней мере ответ на этот вопрос. Почему не убили Аарона? Ну ответ потому, что он был брат Маше не проходит. Потому что сказано очень конкретно и убивайте муж брата своего и ближнего своего и родственника своего. Так сказать, если виноват, значит виноват. И родственное отношение здесь ни при чем. Но Аарона не тронули. И тогда значит ответ знаете иногда мы получаем информацию из того, что в Торе написано. А иногда мы можем получить информацию из того, что в Торе не написано. Так вот когда говорит Маше Аарону что сделал тебе народ этот, что навел ты на него вину великую, то дальше и сказал Аарон не возгорится гнев господина моего, ты знал народ, что возле он. Вероятно, здесь Аарон ответил гораздо больше. Нечто такое, что позволило с Аарона снять вину и что позволило его не убивать в этот день. И для того, чтобы с этим разобраться, мы должны понять, как было организовано восхождение Маше на гору Синай. Я думаю, что у меня откроется картинка. Картинка открылась. Сейчас, подожди, секунду, мы не видим. Ай, простите, господа. Ты должен шер сделать иначе. Я должен сначала сделать шер, а потом говорю демонстрация экрана, а потом говорю схема у горы Синай. Да, 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 вот я ее хочу. Вот сейчас видно? Ну, да, человечки какие-то идут. Вот, человечки, но они не идут, они стоят. Итак, я могу наверное все это немножечко... А художник неизвестный? Ну, да, вот неизвестный художник. Вообще-то это фотография. Неизвестный художник доктор Линец. Это фотография горы Синай. Окей. Так вот, смотрите, я вас перетаскиваю в конец главы Мешпатима. значит, значит, и сказал Маше старейшинам, сидите здесь до того, как вернемся к вам, и вот Аарон и Хур с вами, у кого слова подойдет к ним. Шмот 24 14. То есть, значит, народу Израиля оставили двух руководителей Аарона и Хура. Ну, кто такой Аарон для народа Израиля, понятно. И он, так сказать, его заслуга не только в том, что он брат Маше Робейну. Значит, Аарон из колена Леви занимался в Египте сохранением и передачей традиции, так сказать, утешал страждущих и, так сказать, был таким идеологическим руководителем народа. Ну, а когда Маше вернулся делать свое дело, то Аарон стал его устами, его, значит, заместителем командира по политчасти. Кто такой Хур? Значит, Хур это человек из царского колена Ягуды и первый раз Хур появляется там, где Йошуа воюет с Амалеком и не сложила Амалека острием меча. Если вы помните, там была такая история, что Маше Робейну стоял на холме и держал руки, поднятые вверх. И пока он держал руки, наши побеждали. Когда он уставал и опускал руки, то побеждал Амалек. И тогда посадили Маше на камень и Аарон с одной стороны, а Хур с другой стороны поддерживали руки Маше. То есть Хур это был человек очень-очень близкий к Маше. И из того, что именно Хура и Аарона оставляют руководить народом Израиля, пока Маше уходит на гору, из этого можно сделать вывод, возможно, это чистая спекуляция, а возможно, что это и не так, что на самом деле Хур как представитель царского колена Ягуды, а еще во времена прихода в Египет. Ягуда уже брал на себя ответственность за весь еврейский народ, мы помним эту историю, но это книга Береши. И спекуляция моя состоит в том, что Хур был заместителем Маше, первый заместитель командира дивизии. И тогда становится понятно, почему оставляют Хура и Аарона. Аарон работает Аароном, а Хур оставлен как заместитель Маше. Вот вам два руководителя, один за меня, другой сам за себя, и так сказать, с ними ждите. Из этого мы делаем еще один вывод, это конечно вывод очень косвенный, но если вы помните, когда мы обсуждали главу ИТРО, я говорил о том, что судебная система, предложенная ИТРО, была опробована, но Маше она не понравилась. Так вот, сейчас эта судебная система не работает, потому что в предложении ИТРО было сказано, и каждый, у кого есть какое-то слово, тот обратится к своему десятнику, пятидесятнику, сотнику и так далее, и только отдельные очень важные слова дойдут до Маше Рабея. А здесь сказано, и у кого слова подойдет к Хуру и Аарону. То есть никакой другой судебной системы сейчас не существует, а существует Хур вместо Маше и Аарон на должности Аарона. А вот всех этих тысячных, сотник, пятидесятников, пятидесятников сейчас не существует. С любым словом надо подходить к Хуру и Аарону. Ну, дальше сказано, и встал Маше и Йошуа, служитель его, и поднялся Маше на гору Элогим. Значит, вот Маше поднялся на гору Элогим, на гору Синай, но слово поднялся в единственном числе. Не поднялись, а поднялся. Кто поднялся? Маше поднялся. Где Йошуа? Йошуа расположился в начале склона для того, чтобы останавливать, не дай Бог, кто из народа Израиля захочет подойти к горе и подняться туда к облакам славы Всевышнего. И вот Йошуа охраняет подъем. Наверху его нет. Итак, народ Израиля внизу, Хур и Аарон с народом, Йошуа охраняет подъем, Маше наверху. Значит, а теперь реконструкция событий. Что же такого сказал Аарон Маше, что избавило его от смерти в этот день? Значит, сейчас мы откроем другую. Так. Значит, оставили двух Аарона и Хура. И дальше Тора нам говорит, это уже глава Титиса. И поднялся, да, стоп, 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 стоп. Вот. И собрался народ на Аарона. Не на Хура и Аарона, а на Аарона. Значит, есть предположение, и наши мудрецы его поддерживают, что в этот момент Хур был убит. Что сначала народ собрался на Хура, поскольку Хур работает на должности Маше в этот момент. И Хур естественно говорит, ребята, о каком изготовлении Логим идет речь? Придет Маше и все разъяснит. Никаких других действий нам делать не надо. Но значит, не приведи Господь видеть наш еврейский бунт бессмысленный и беспощадный. И Хур убит. И собрался народ на Аарона. И что же делает Аарон? Он прекрасно понимает, что если он также выступит против мнения широких народных масс, то его тоже убьют. смерть его будет бессмысленна. Вопрос можно? Пожалуйста. Смотри, вот этот комментарий я слышал, наверное, как и многие тоже несколько раз, но это получается все-таки слабо, потому что, например, насколько я понимаю, одна из заповедей, которые человек должен пожертвовать своей жизнью, но не приступить. Это делопоклонство. Если его заставляли заниматься делопоклонством, должен был сделать Кедуш Ашем, убивайте меня, но я не буду этого делать. Да, Хур сделал Кедуш Ашем, а что сделал? Аарон нет, но он сделал следующее. Значит, есть такой принцип политического деятеля. Если ты не можешь сопротивляться общественному движению, ты должен его возглавить. Знаете, ну, есть такой был такой фильм по сценарию Галича «Верные друзья». И там такая есть сцена, как табун лошадей, ну, он как-то так взбесился, в общем, весь табун поскакал куда не надо. И он там погибнет, там лошади переломают ноги. И для того, чтобы спасти табун, некий человек на лошади выскакивает впереди табуна и изображает из себя ведущего, который, так сказать, вот, возглавляет все это движение и потихонечку отворачивает в сторону от опасного места, и весь табун уходит за ним. То есть, если ты возглавил движение, то ты можешь потихонечку придать ему правильное направление. Потому что что будет, если Аарон погибнет так же, как и Хур? Аарон национальный вождь. Ну, не такой, как Маше, там, по политработе, но все равно. А те, кто останутся, они же все равно будут делать идолов и заниматься черти чем. Тогда погибнет весь народ. Замысел Аарона вот возглавивший этот взбесившийся табун, потихонечку, потихонечку отвернуть его в сторону. И как это делает Аарон? Первое. Аарон говорит народу, хотите Элогим? Сделаем Элогим, нет проблем. Снимите незамы золота, которое в ушах жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших и принесите ко мне. То есть, это пункт первый. Значит, вообще говоря, если у нормальной женщины отбирают ее украшения, то она, надо спросить у них как она к этому отнесется. Если есть у нее какие-то любимые золотые сережки, да еще не те, что она сама себе купила, а те, что ей достались по наследству от бабушки. Знаю Нехаму, знаю Нехаму, я могу предположить, что отдаст. Ну, Нехама, может быть, и отдаст. Ну, вообще... У тебя закрыт микрофон. Ну, по метро прошу, на самом деле, женщина как раз не отдали, а мужчина отдали. Мужчина отдали. Но, что говорит Аарон, вот давайте снимайте сережки с ваших жен, а потом поговорим. И это первый способ затормозить вот этот вот дикий табун. Второе, что говорит Аарон, и придал ему форму резцом. и есть такой комментарий, я только боюсь вас обмануть, Раши это или не Раши, что Аарон сидел и резцом обрабатывал каждую сережку. Значит, вы можете себе представить там, скажем, 600 тысяч пар сережек, и вот он сидит и не спеша себя, ребята, я делаю для вас Аллахим, дело серьезное, неторопливое, не мешайте и не толкайте под руку. И вот сидит и режет, сидит и режет. То есть это второе, что сделал Аарон. Дальше. Значит, дальше и сделал его теленком литым. Ну, существует более такой спокойный комментарий, что он все-таки не каждую сережку обрабатывал, а вырезал резцом деревянную форму для литья. Ну, мне больше нравится история о том, что он обрабатывал каждую сережку. Так вот, сделал его теленком литым. Ну, вообще говоря, теленок сам по себе ничего страшного. Между прочим, у Йосефа теленок бык был тотемом родовым. И сказали, и обратите внимание на это множественное слово, то есть это не Аарон сказал, Хасвахалила, это сказали народ, множественное число. Эти Элогим твои Израиль, которые подняли тебя из страны Египет. То есть это сказал кто угодно, но не Аарон. Потому что если бы Аарон, то сказал. И увидел Аарон. Что увидел Аарон? Вопрос. Аарон увидел вот такое отношение народа к теленку, что народ хочет считать теленка за Элогим. Чего делать, как нетрудно догадаться, никак нельзя. И построил жертвенник перед ним. Значит, Аарон построил жертвенник перед теленком. И существует красивый мидраж, что жертвенник был такой большой и мощный, что теленок где-то там за ним потерялся. И воззвал Аарон. А вот вопрос, к кому он воззвал? Ну уж не к теленку точно. И не к народу. А воззвал народ Аарон к Всевышнему. И сказал что-то вроде «Извини, пожалуйста, тут народ просил меня заняться каким-то там изобразительным искусством, пластическим творчеством, но жертвенник я построил для тебя и никак иначе и воспринимая это только так». И сказал, Аарон сказал «Праздник для Ашем завтра». То есть еще одна последняя попытка протянуть время и увести народ в сторону от идеи идолопоклонства. Значит, Аарон строит жертвенник к Всевышнему, Аарон воззвал к Всевышнему и Аарон еще пытается выиграть один день, говорит, праздник для Всевышнего, а не для золотого теленка и не для каких-то любых других объектов идолопоклонства. Будет завтра. И вот это то, что подробно рассказал Аарон Маше, вот, так сказать, как на духу вся моя кавана, вся подноготная моих поступков, вот, что я пытался сделать с народом и вот, что у меня получилось. Значит, ну, получилось то, что там написано и было, когда приблизился к лагерю и увидел теленка и хороводы и возгорелся гнев Маше. То есть, вот, благодаря этим своим действиям никак иначе. Аарон спасся и спас вначале себя от участи Хура и не был наказан левитами, которые убивали всех активных идолопоклонников. Ну, еще существует такой комментарий, что родственные инициаторы вот всего этого бунта с убийством Хура и золотым теленком это был Эреф Раф. Это были те египтяне, которые вышли с еврейским народом из Египта, увлеченные личностью Маше Робейну. Ну, это объяснение мне не очень нравится, потому что оно какое-то такое очень как это сеет национальную рознь. А Тора нам много раз повторяет во всех местах, что и пришелец, и постоянный житель, то есть и еврей, и гер, пришедший к нам, тот, кто, значит, пошел с нашим народом, имеют равные права, равную ответственность и равную защиту от государства. Вот. Ну, вот такая история, чем занимался Аарон и почему он не был убит. все, спасибо за внимание. Так, кто-то хочет задать вопрос. Да, Тимофей, мы слушаем. Да, добрый вечер, если можно. Скажите, была ли у Аарона возможность своими силами остановить всю эту смуту, так вот, как Маше сделал, позвать левитов, чтобы каждый взял меч и прошелся по стану. В конце концов, Аарон был очень такой авторитетный человек. Ну и к тому же, насколько было массово все-таки эта смута. Если посмотреть по количеству убитых, вроде и не так много, 3000. Ну, смотрите, я думаю, что личного авторитета Аарона здесь было явно недостаточно. Хур, между прочим, заместитель Маше, но его убили мгновенно, без длинных разговоров. И я думаю, что Аарон без Маше ничего бы сделать не мог. Мне так кажется. 3000 человек это все-таки много. Потом я хотела добавить, я не знаю, правильно или нет, но к тому, что сказал Юрий, не только вопрос авторитета, вопрос еще характера. Аарон у нас называется любящий мир и стремящийся к миру. призвать к тому, чтобы как призвал Маше к убийству всех, кто занимался грехом, он, видимо, психологически просто по своей природе, может быть, и не мог. Я не знаю, я нигде этого не видела, но это как бы не его функция вообще. Маше, он как бы в этом смысле гораздо искал пути такие, как бы доктор Ленин записывал, привести, отвести народ от этого поклонства мирным путем. И мне кажется, что тут еще есть, я не знаю, согласится ли, очень важный, вот то, что Натан говорил, как же так, за это поклонство, человек должен жизнь отдать, но не делать. То есть, это вот, конечно, такое незыблемое правило, есть три вещи, которые ты должен умереть, но не сделать, но все это все зависит от контекста, от ситуации. Иногда благо народа перевешивает все это, как, например, в истории Курима, как это так? Она согласилась на такое, стать женой какого-то Гоя, отдать себя ему, не говоря уже комментарием, что она была женой, а Мардыхайя есть такой медрак, как это вообще? Это тоже должно было, она должна была умереть, а не согласиться, но вопрос в том, что, когда речь идет о благе народа, это перевешивает даже вот такие, какое железное как бы правило. Если можно, да? Вот я очень поддерживаю Нехаму. Я как-то упустил момент, что Аарон это символ любви и мира, а никак не призыва к убийству. Окей. Эмиль, я вижу вашу руку, если можно, если можно, я одну фразу скажу, хорошо? Я, может быть, увожу в сторону, если вы увидите, что это так, тогда как бы отсеките. меня как бы не то, что мучает вопрос, но вообще в свете последних уроков Раф Йона давал, мы рассматривали Рамбама, Мушей Робейну, самый великий из пророков и так дальше. Вот как сейчас доктор Линец объяснил, но это как бы объяснение с точки зрения политических лидеров, тактических задач, ну понятно, что это было правильнее по-видимому так сделать, но вопрос, который хочу задать, вот что мне странно, если Мушей, он пророк в том смысле, что пророк по-простому, он видит то, что не видят другие, например, он может как бы знать, что будет происходить, но если все эти, и мы видим в каждый раз, что происходит что-то, что он, по-видимому, не знает, что это будет происходить, если он знает, что если он будет задерживаться на горе больше определенного времени, произойдет катастрофа, почему он не спускается? Почему он доводит до этого? Простой человек не знает, он не может видеть, что происходит там внизу под горой, туман был, не знаю что, но если он пророк, почему он не может спуститься раньше, не знаю, на два часа, еще на сколько-то, и предупредить это, если он пророк? Либо он простой человек, либо он становится пророком тогда, когда Господь ему показывает, точно так же, как они стоят перед морем, все кричат, мужик кричит, спаси, а Всевышнему говорит, что ты кричишь ко мне, иди ки в море, но, чёшь, мужик не знаешь, что надо в море идти, я же не говорю про историю со скалой и так дальше, то есть куча вещей, этих разведчиков посылает, ну чё посылать разведчиков, если ты знаешь, что будет катастрофа после этого, не посыла их, я могу послать, я не знаю, я был уверен, они придут, принесут эти самые прекрасные продукты и скажут, вот кайф всех убедят, оказалось, все наоборот, ну значит, он не знает, что так произойдет, Атан, ну вот это как бы вопрос, не знаю, у меня нет на него ответа, можно? Да, конечно. Я бы сказал вот что, что в том, что очень правильно сказал Натан, есть два разных момента. Момент номер один, почему Маше вовремя не спустился с горы, да, а ты бы спустился, ты стоишь и разговариваешь, извини, Маше разговаривает со Всевышним, тот ему показывает, вот минора, вот круг, вот все дела, да, блин, у него мысли другой быть не может, он в этот момент лицо в лицо со Всевышним, это отметается. Послушай, а что ему Всевышний говорит? Всевышний ему говорит, он таки, да, видит, он говорит, иди, посмотрите, вот когда Всевышний ему сказал, иди быстро спускайся вниз, разбирайся с народом, он пошел, а вот все остальные моменты, где же твое, Маше, пророчество, если ты не знал, что делать на берегу моря, не знал, что делать у скалы, не знал, что делать с разведчиками, не знал, что делать с дочерями Славхады, и вообще, ни хрена ты не знал, какой ты пророк после этого. Ни хрена я не сказал, но бесседер, окей. Не сказал, но подразумевал. Вот это проблема, к решению которой я сегодня не готов. Окей, замечательно. проблема. Мне кажется, Натан, ты сам предложил в середине своей речи решение, что пророк не знает всего, ты этому сказал. Мы почему-то думаем, что пророк, это тот, у кого есть все ответы, он знает много, больше, чем другие люди, это правда. То, что Всевышний ему открывает, то, что открывается ему, но не все, и это нельзя сказать про Абрама, это нельзя сказать, и я могу привести пример очень известный, про пророка Иремияу, там есть такой Хананья Бен-Азу, который с ним вступает в полемику. Иремия говорит, что мы должны покориться Вавилону и так далее, а Хананья, неважно, он бывший пророк, не бывший, но в тот момент его Иремия воспринимает как пророка. Он говорит, вот так вот западает, мы западаем этот Вавилон, не нужно его, все будет в ажуре, все прекрасно, и в первый момент Иремия говорит, Абрам, если ты пророк, если ты это говоришь, я готов тебе поверить, если это правда. Потом он возвращается домой, и у него есть, так сказать, разговор с Богом, что это лжепророчество, пророчество, но в первый момент он готов поверить. Окей. Это же не пророк, он человек, у него тоже ограничены какие-то способности видеть. Это очень интересная тема, я надеюсь, что мы поднимем еще на наших следующих занятиях. Окей, мы вас слушаем. На эту тему надо поговорить. Да, 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 да. Это, кстати, о возвращении пророчества в Израиль и так дальше. Эта тема мне тоже как бы... Да, потому что сегодня у нас есть проблема, нам надо возвращать пророчество, так что же это будет? Окей, ладно, не будем туда идти, Бессадар Гамур. Тов, Эмиль, мы вас слушаем. Да, ну я кратко отвечу в свое мнение на то, что вы спросили. То есть у меня очень такое чисто такое техническое объяснение, что если что в старе должно происходить то, что Всевышний как бы задумал и то, что должно быть, но тут оправдание можно, например, таким же успехом можно спросить, зачем он все взял эти скрижали из такого-дакого материала, там уже все ясно как было, он ему сказал оставь скрижали иди скорее спускайся. Но он их взял и разбил и так далее, все это имеет смысл определенный. Они могли быть из небьющегося материала, например, их невозможно разобрать. Да, конечно, это все было. Хороший вопрос, Эмиль, сейчас слиха. Хороший вопрос, да? Зачем Всевышний сделал скрижали первые из такого материала, что их Басар Вода мог разбить? Ну, это тоже странный вопрос. А вы сделали скрижали какой-нибудь не разбиваются, гораздо более интереснее было. Понятнее, правильно? Это подтверждает именно то, что я говорю, то есть, что это именно так должно было быть, но оправдание такое, опять-таки, техническое, да, мы можем сказать, то есть, если кто-то находится на приеме у царя, то, что уже было сказано, да, то, конечно, есть определенный этикет, и нельзя просто так взять и уйти, и все, и то, что ты гадали, ты должен унести, а потом ты вот делаешь с этим, что хочешь. То есть, Всевышний, как царь, он не может отменить свое первое решение, как мы читали в Магиэстер, да, то есть, это этикет, царский этикет, и то, что должно было случиться, то и случилось. Окей. Второй вопрос, технически, меня немножко удивило, что вы как бы перескакиваете главу, или что, то есть, мы читали Пицаве на прошлой неделе, а сейчас? Да, 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 я не объяснил это, мы, неважно, по технической причине мы сделали вначале так, что мы идем не как все, а мы занимаемся прошедшей, но, как бы, договорились, что теперь мы будем идти в ногу со всеми, и нет причины делать так, как мы делали, мы будем делать как это принято. мы будем идти, как бы, да, 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 все, хорошо, я понял. Нет проблем. Сергей, мы вас слушаем. У меня вопрос, да, да, да. Вы, как бы, вы начали говорить о том, что вы это, как бы, где-то все вычетали, и меня было бы важно узнать особенно вот то, что вы рассказываете и про Ароны, и подъем на гору Сина, и так далее, и так далее, потому что, фактически, это буквально повторяет все то, что я сказал, когда я говорил о пошл перед тобой Англии, то есть, там это можно все проверить, послушать, запись, поэтому мне интересно, то есть, если я попал, как бы, на мнение, кстати, каких-то, значит, каких-то мидраше, так мне было бы интересно, где это, где это вы нашли, такое, вот, это, такой вот у меня вопрос. Я там, кстати, если вы помните, если я, не знаю, вы были, по-моему, да, на прошлый момент, я там говорил о том, что, значит, что вот нельзя оставить народ без фастерей, и так далее, то есть, Аарон, да, у него, именно, это сноровка политика, и про хуры, и про все, про все, что, все это, все это я говорил, и это все записано, вот, мне просто интересно, есть такое, действительно, недраж, потому что, я вот хотел спросить, там, равы, или мне это все, надо было излагать, но если он есть, так я не буду, как бы, это делать. Про убийство хуры есть недраж, конечно. Нет, не про убийство хуры, есть недраж. прежде всего, и про, самое главное для меня, это именно, как распределяли, значит, там, целая система, да, при подъеме на гору Синай. Это, простите, это Пшат, это просто так написано. Где он есть? Просто, ну, в Раши этого я не нашел. Нет, нет, это даже не нужно Раши, это просто перевод Торы, больше ничего. Там написано, что сначала Маше поднялся, потом спустился, потом оставил хура с Аароном, потом его шоу оставил, сам поднялся до конца. Это все написано в главе Мешпатин. Окей. Ну, если вы просто из текста, тогда я... Просто из текста. Просто из текста. Окей. Это просто из текста. Эмиль, сори, давайте продвинемся вперед, хорошо? Ну, давай. Да, слегка. Сергей, мы слушаем. Да, здравствуйте. Вот, мне все-таки не могу понять, вот, Аарон, это про мир, про любовь, допустим, он не мог пойти против большой толпы, это понятно. Почему он не мог предупредить своего товарища, коллегу хура, а затем Юшуа, который каким-то образом мог повлиять все-таки на весь этот процесс? То есть вот. Смотрите, пункт первый. Юшуа, он предупредить не мог. Вернемся к моей картинке. Хур и Аарон с народом, Юшуа в отдалении у подъема на гору Синай. Так что это отпадает. Почему Аарон не мог предупредить хура, я думаю, что Аарон просто сам не ожидал того, что произойдет. Все произошло настолько быстро и неожиданно для него, что он не успел хура предупредить. Да, похоже, что так. Окей. Вот другого предложить не могу. Кроме того, что мне кажется, что Юшуа у него не было такой обязанности. Он как бы сопровождал Маше, и он остался ждать какого-то прислуживающего ему человека. Он ждет Маше. Он не был оставлен в качестве руководителя народа. Да. Кроме того, те руководители тоже, они были оставлены, как я уже раньше говорил, для выяснения межличных отношений, а не отношений между народом и Всевышним. То есть это совершенно другая плоскость. Он их оставил для того, чтобы у них были какие-то споры между собой, чтобы они помогли разрешить, но не выяснять глобальные метафизические вопросы отношения народа и Всевышнего. То есть это они не могли решать. Да, но я еще раз обращаю ваше внимание, что судебная система имени ИТРО не работает. Окей. Она не работает на каком-то уровне. Вот в это время она потом заработает, но не сейчас, а заработает, когда все поднимутся на другой уровень. Для того, чтобы в стране была демократия, народ должен быть демократами. Иначе не получится. что собратились все эти судьи, все, так сказать, приближенные, все, значит, тысячники, десятитысячники, пятятитысячники, никто из них не стал, значит, заступаться за Всевышнего, никто из них не стал... Да, они просто в этот момент не работали, их не было. Вот помните, мы это обсуждали в главе ИТРО, что попробовали, не понравилось, и Маше отослал ИТРО в страну свою. Окей. Господа, давайте продвинемся дальше. Дико извиняюсь. Да. Мы тебя слушаем со вниманием. Я себя оставлю в конце, но народ как бы разбегается. В конце концов, я буду рассказывать себе еще двум избранным. Нет. Ну хорошо. Если я кого-то обидел, я извиняюсь. Так, бежим быстро дальше. Смотрите, у меня сложная тема, я сразу говорю, а у меня тема сложная, она такая, где-то даже может быть болезненная, она тонкая, поэтому я надеюсь разобраться с вашей помощью. Пожалуйста, перебивайте меня, спрашивайте. Итак, смотрите, мы разбираем статью по книге Ханан Парата Мят Меаор, как обычно я по ней иду. Да, она называется Нашама ИТРО. Совсем другой вопрос. Это не то, что говорила Нехама, это не то, что говорил доктор Линец, а это совсем другая история. Нашама ИТРО – это дополнительная душа. Насколько я понимаю, в этой статье Ханан Парат пытается как-то объяснить два очень сложных момента, связанных с субботой. Первый момент – это… Давайте я сейчас хочу обозначить две основные линии. Первая линия – это… Мы видим, сейчас увидим просто по-текстологически, что Всевышний говорит, делайте так, как делал я. То есть я отдыхал, и вы отдыхаете. Тут как бы большой вопрос, а как Всевышний вообще может отдыхать? Он не человек, он как бы создает речением, вообще усталости как бы у него априори нет. Каким образом можно понять вообще эти сравнения? Второй момент еще более непонятный и, можно сказать, еще более болезненный. А именно, в субботе, в субботе есть, мы сейчас посмотрим текстологически, как минимум два аспекта. Аспект космологический, то есть заканчивание, заканчивание творения небеса и земель. И второй вопрос, второй вопрос, он вопрос, который рассматривает Ханан Парат. Он, то есть этот вопрос космологический относится ко всему человечеству, ко всем людям. А второй вопрос, второй вопрос, это явное подчеркивание связи субботы именно с евреями и с Израилем. Почему? Потому что сказано, что это от. От это знак. И возникает вопрос, во-первых, в чем особенность для Израиля, почему надо было выделять для Израиля, почему есть разница вообще субботы, понятие субботы для евреев, для Израиля и для остальных народов мира. Вот это, насколько я понимаю, две основные линии, которые, ну как бы осталось немного времени, я не хочу вас сильно занимать, но во всяком случае поставить какие-то основные реперные точки, по которым можно сформировать какое-то понимание или во всяком случае подумать об этом дальше. Итак, начинаем. В книге Шмотт 31 глава, 17 стих, да, стоит ключевая фраза, которую нам придется объяснить, которую очень трудно перевести по-русски, написано увайомашви, шаббат военофаш, что это означает. Сейчас переведем очень приблизительно, почему, потому что во всяком случае на втором слове военофаш, не на втором, а на заключающем слове военофаш, построено практически как бы все здесь объяснение, а именно сказано. А в день седьмой, шаббат, шаббат, можете перевести отдыхал, можете перевести прекратил, потому что лишь бот, от этого слова швета, забастовка, это прекращать работу. Окей? А вот слово и на фаш еще более сложное. Почему? Потому что оно однокоренное слово со словом нефиш, душа. Можно понять, как душевно отдыхал, то есть не просто отдыхал, а душевно отдыхал. То есть душа у него отдыхал, и вот это более-менее как бы подстрочник, который мы понимаем из этой фразы. Что не просто прекратил работу, но еще этот отдых был связан с каким-то дополнительным параметром, в котором, по-видимому, душа находится в некотором особом состоянии, она не просто тело отдыхает, но еще и душа называется военофаш. На современном иврите, насколько вы знаете или не знаете, нофиш, нофиш, это отпуск. Но вот так, вот так, вот так, вот как бы переделанном иврите, это нофиш, когда человек уходит, ешь хофиш, ешь нофиш, хофиш, это отпуск, а нофиш, это тоже, это вид такого отпуска, понимаете, такой вот кайф, пансион, называется нофиш. теперь дальше, смотрите, вот говорится из трактата бейца Амар Абиш и Мон Бен Лакиш, что он сказал, сказал очень интересно, он сказал, не шамай, нофиш, 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 дополнительную душу дает Всевышний Благословенный имя его, бе Адам, вообще сказано, каждому человеку, да, в вечер субботы, а в муце шаббат, а в муце шаббат, на исходе шубботы, но тлину-то, он ее перезабирает обратно, говоря, шаббат, вы и нафаш, что значит шаббат, вы и нафаш? Киванша шаббат, почему? Потому что прекратил, кончилось, да, все, и забрал обратно у него душу, потому что шаббат связан с душой. Значит, есть какая-то дополнительная душа, которая человек и забирается, значит, одну единство забрать невозможно, человек без души поедем нам умирает, правильно? Значит, есть какая-то дополнительная душа, которая забирается, вот такое объяснение, очень интересно, идем дальше, Значит, говорит датч Ханан Парад, что вообще вот этот образ Шаббата Малка, царицы субботы, в Торе, в разных местах, описывается по-разному. И особенно в нашей Пароше, в нашем разделе, описывается по-другому, не так, как в других местах. А что особенного? Давайте посмотрим, как в молитвах в субботних отражаются эти разные подходы. Например, в молитве Шахари что говорится? Тут большой длинный текст, я очень быстро его перевожу, очень приблизительно как бы по-русски. Если хотите, посмотрите в молитвах переводы. А именно, возликовал Моше, когда он получил свою долю, потому что верным рабом его назвал. И украшение на его голове дал ему, когда он стоял перед ним на горе Синайской дальше. И две каменные скрижали спустил ему в руки, и написано в них Шмирад Шаббат, а в них написано соблюдение субботы. И так написано в Торе. Это все кусок из молитвы про субботу в молитве Шахарид, в утренней молитве субботу. Что сказано? А что сказано? И так сказано в Торе твоей, в смысле Всевышнего. И будут соблюдать бне Исраэль, то есть израильтяне, евреи, субботу. Дальше, ла-асот это шаббат. Это тоже очень непонятно. Делая субботу, делая субботу, делая субботы вечным договором. Бри-то лам. Ла-асот это шаббат, бри-то лам. Бени-ил-вен бне Исраэль. Между мной и между израильтянами от Иле-олам. Она символ вечный. Почему? Потому что сказано. Ки-ше-ши-ши-я-ми-ма-са-а-шем это шамам ве-та-арас. Потому что шесть дней делал Всевышний, земли и небо. А в день седьмой шаббат воинафаш. А в день седьмой шаббат, то есть не работал воинафаш. И душевно отдыхал. По-другому не знаю, как перевести. Это можете посмотреть в книге Шмот. 31 глава с 16 по 17 посудки. И пишет Ханан Парад. Такой вариант, такой нусах молитвы утренней. Он вызывает огромное удивление. Почему нашли правильным вставить в этот отрывок. Почему, например, по-простому процитировали вот это. То, что мы говорили. Кончайся шаббат воинафаш. А почему не сказали по-простому то, что написано в Лухот-Абри. В Свежаре Завета написано. Захор отъема шаббат лекадшо. И все. Тогда было все понятно. Но почему в утреннюю молитву вставили такой текст, который кончается вот этой непонятной фразой. Которой предшествует о том, что это знак Завета. Вечный знак Завета между мной, между Всевышним и Ибнэйсраэль. И израильтянами, и евреями. И кончается. Почему? Потому что шаббат воинафаш. А почему по-простому не было сказано? Почему по-простому не было сказано? Заходят въема шаббат лекадшо. Раз все было понятно. И помни день субботний. Освещая его. Как его освещать? Ну, например, не работая. Непонятно. Теперь дальше. Как он пытается ответить на этот вопрос? Следующий параграф означен так. А шаббат а интимит. Интимит это означает такая уникальная, уединенная между евреями и Всевышним. В чем это выражается? Когда на иврите, честно говоря, слово интимит, это совсем не всегда обозначает интимную эротическую связь. В этом тоже может быть какой-то как бы намек. Но это прежде всего говорит о некоторой такой отдельной близости. Так вот в чем заключается какая-то вот эта отдельная близость, которая между Всевышним и между евреями, между Бнеисры, который вважается именно в субботу? Да, говорит очень хорошо, цитирует Нахаму Ляйбович в ее известном комментарии к книге «Шмот». И она пишет, много аспектов, по ним арбейл и шаббат. Много аспектов есть в субботе. И у него есть много различных аспектов. Каких? В вечерней молитве в субботу говорится о шаббат космет. Говорится о субботе космологической, по-моему, это правильное слово, космологической, то есть о сотворении мира, который осветил Всевышний свое имя. Почему сказано? Тахлид Маасэ Шамайм Ваарец. Он закончил делать небо и землю, в которых заключалась Атахлид, то есть основной, как бы конкретно для чего это было сделано. Для чего это было сделано? Для того, чтобы отдыхать в субботу. Как сказано, И были закончены небеса и земли, и все воинство их. Смотрим дальше. А вот в молитве утренней ставится акцент именно на связь, уникальную связь между субботой и Израилем. Почему? Потому что написано в Тфиле. И написаны довольно жесткие вещи, которые могут быть не совсем приятны для уха неевреев. А именно, там сказано. В Илон Атата Ашем и Всевышний не дал, Господь Бог наш, не дал народам земли. Лагое и Арцот. И не дал это идолопоклонникам, и не дал это необрезанным. А почему? Киила Исраэля, Амхана Татат, отдал только своему народу Израилю. Беава с любовью, потомству, семени Якову, которых ты выбрал. И кончается, кончается тем, что сказано. Бени увен бне Исраэль от Елеулам. Между мной и между евреями, между бне Исраэль от Еулам. Символ. А причем тут ракосмогония. Как это понять? Говорить, что это непонятно. По идее, суббота имеет отношение ко всем народам мира. Почему? Потому что если мы говорим, что суббота – это прежде всего отдых, физический отдых, человек должен отдыхать, это имеет отношение ко всем людям. Почему? Потому что все люди устают, все люди должны отдыхать. Это разумно, это связано с творением мира, это связано с тем, как вообще существует этот мир. Это понятно. Но что непонятно, вот это подчеркивание, подчеркивание, которое говорится в утренней молитве, о том, что это особый знак между им... Молитого же знака, это вечный знак между Всевышним и народом Израиля. Как это понимать? Говорит дальше. Смотрите, если мы посмотрим дальше, в книге Дворим, еще аспекты. Аспекты, которые... Социальные аспекты субботы. Что сказано? Сказано, шесть дней ты будешь работать, а слегка, шесть дней сделал Всевышний небо и землю, море и все, что находится в нем, и во Янах. Янах не работал, отдыхал, да? Отдыхал в день седьмой. И поэтому сказано, социальный аспект, для чего? Для того, чтобы в субботу работали, дальше перечисляются все, как бы, сегменты общества на то время. И твой раб, и твоя рабыня, и твой сын, и твоя дочь, и так дальше. Перечисляются все-все вслед. Но, опять же, интересно, что даже в перечислении вот этих всех, как бы, социальных правил регуляции, которые вполне понятны, ты должен дать им отдыхать. Но при этом, при этом, все равно подчеркивается, что подчеркивается, сказано. Но ты помнишь, что ты рабом был в Египте, и вывел тебя оттуда Господь рукой сильной, да? Поэтому заповедовал Всевышний тебе делать субботу. Мы сейчас тоже остановимся, что значит делать в субботу. Понимаете, вот эти вот терминологии, отдыхать, понятно, от физического труда, да? А вот то, что мы говорили, в Египте, связанный с душой, непонятно. Точно так же непонятно, что значит лас-отто-шаббат. Нам только сказали, что как бы осия делания не должно быть. А что означает лас-отто-шаббат, тоже непонятно. Но при этом, вот интересно, он подчеркивает, что даже социальные аспекты, они, как тем не имя, не приводятся аргументации, потому что все должны отдыхать, накопить сил для новой трудовой недели и так дальше. А при этом приводится какая-то странная аргументация, тем не менее, как бы упирается в твое, я не знаю, еврейскую историю, в твое еврейское прошлое, в твое еврейское существование, говорится. Почему ты давай им отдыхать? А потому что тебя вывели из Египта. А не потому, что, как главный аргумент, давай им отдыхать, чтобы у них были силы на следующую рабочую неделю, чтобы было бы понятно. Итак, так вот теперь мы задали все вопросы. Теперь очень коротенько, коротенько приступим к ответам. Во-первых, нофеш, а именно, вот это душевное отдыхание, ленавши. Нофеш ленавши, то есть отдыхание для души. Если мы посмотрим, каким образом вот этот глагол, глагол вейнофаш, он связан с душой. Давайте посмотрим. Вообще, глагол вейнофаш, опять тот же самый, как бы, пасук, с которого мы начинали. А в день седьмой прекратил работу, да, или прекратил работу вейнофаш. И как бы душевно отдыхал. Глагол шават, его значение по прямому смыслу, это прекращать физическую деятельность. Это так, как сказано в книге Брешит, вторая глава, третий стих. И он отдыхал в день субботний от всех дел, малахтона, современном мете, это вообще ремесло, от всех дел, которые он делал. Но опять спрашивается вопрос. Это понятно, а что непонятно? А непонятно, что непонятно сказано вейнофаш. Что означает вейнофаш? И смотрим. Вот интересно, что пишет Раша к этому месту? Раша пишет, вейнофаш, пишет, кэ торгумо, торгумо, это торгум онкелос, торгум онкелос, да, пишет, винах, попросту отдыхал. И говорит, Раша пишет, векой лошон нофиш у лошон нефиш. И всякое выражение нофиш, душевно отдыхать, связано со словом нефиш, со словом душа. О, что он говорит? Вот интересно говорит. Не знаю, как точно, по-моему, по-русски это переводится тем же самым словом. И там душа, и здесь душа. Есть небольшая разница. Нешама от слова линшом, дышать, и это от того, как сказано, Господь вдохнул в ноздри, вдохнул душу. И поэтому есть нешама и есть нофиш. Они очень близки по вам по смыслу. Но Раша говорит, что он отдает ему, возвращает ему душу в тот момент, когда он отдыхает от повседневных забот. То есть душа возвращается к нему. А тот, про которого сказано, приводит цитату из Ишаяу, где сказано, не утомиться и не устанет. Это сказано про Всевышнего. А все, что он делает, он делает не деяниями, а словом. Но он употребил слово Менуха, как будто он сам отдыхал. Для чего? Для того, что он пишет интересно. Он пишет, элесаверет этаозен. Элесаверет эозен – это означает сделать понятным для уха. То есть, чтобы человеческое ухо, оно поняло, и как бы, что надо делать в субботу, то Всевышний применяет к себе те мерки, те выражения, которые применяет человек. Хотя Всевышний, он не может отдыхать в том понимании, в котором человек отдыхает. Но он так сказал, так сказал. Почему? Потому, чтобы это было понятно. Окей, продвигаемся дальше. Пишет, но до сих пор как бы остается вопрос для изумления, для непонятности. Зачем надо было, пользуясь выражением Раши, да, лесаверет этаозен, зачем надо было как бы делать понятным человеческому уху и пользоваться таким, пишет, таким человеческим выражением Вейнофаш. Вейнофаш, ну, простят меня переводчики, можно сказать, что это вообще типа кайфовал. Душевно отдыхал. Вот мы с ребятами сидели, душевно отдохнули, да? Зачем надо было все-таки использовать такое слово? И почему нельзя было как бы удовлетвориться тем, что написать по-простому? Нах! Просто отдыхал. Почему, почему, возникает вопрос, почему вот это ключевое слово для понимания, слово Вейнофаш, которое связано с душой, и которое связано с таким как бы чисто человеческим отдыханием, почему, почему это сказано, почему Всевышний говорит про себя? Непонятно, да? По идее, надо было бы сказать по-простому и в молитвах повторять по-простому, как это сказано в десяти речениях, да? А сэр-э-де-бар, как сказано, в аянах бы, йо-ма-шви, отдыхал в 10-7, и все, это было бы просто понятно. А это слово Вейнофаш непонятно. И тогда он говорит, объясняет, говорит, нет сомнения, что использование такого слова Вейнофаш, вся идея в том, вот сейчас мы приближаемся как бы к этому узлу, ключу понимания, вся идея употребления слова Вейнофаш для того, чтобы придать отдыху в субботу особый статус, которое предназначено по-видеому суббота, не только для пассивного отдыха, а суббота воспринимается как инструмент, который позволяет душе вернуться обратно в свою как бы, в свою внутренность, в свою приближенность к Всевышнему, тогда, когда она освобождается от всех тех забот, которые связаны с повседневной жизнью. Дальше я пропущу этот кусок, просто скажу в два слова. Интересно, он приводит сравнение со сном. Ну и дальше описывается, я не знаю, насколько эти объяснения, они как бы сто процентов вложатся на современную как бы психологию и все, но тем не менее приводит даже из Равкука, а именно, как бы по простому смыслу такого, что дальше Халан Парат описывает, что известно явление такое, что человек, он по-настоящему отдыхает, когда он видит сны. Я не могу и подтвердить, я не могу и практически никогда не вижу сны. Но он говорит так, что человек по-настоящему отдыхает, когда он видит сон. И чтобы проводили такой эксперимент, человек будет все время, не дают ему как бы зазнуть шпунок вбел сон. И он как бы физически набирает столько же времени, но он, он на самом деле, он не отдыхает по-настоящему. И дальше он проводит, очень интересно сейчас нет времени этим заниматься, просто в двух словах, проводит очень интересное о том, как вообще понятие сна приводит Равкука. И он говорит о том, что Равкук пишет такую известную фразу, «Ахаломо такдулим ясоду лам эм». Великие сны – это вообще основа мира. И говорит, что шаббат, шаббат, в каком-то смысле, это является сном, сном всего человечества, или сном вообще, как бы это мировой сон. Это мировой сон, в котором душа возвращается, возвращается как бы свой источник. И пишет, с шуббота можно понять, что это интересно пишет, «Ашаббат, халом, аулам». Шаббат – это как бы сон, сон. На иврите халом – это не только состояние как бы бессознательное, неактивное, когда, грубо говоря, человек не находится в сознательном состоянии, он спит. Халом – это несколько другое. Халом – это, знаете, есть такое, говорят, как бы на эгише, халоймис и все. Это некоторые фантазии, это некоторое нахождение в каком-то состоянии, состояние неземное, которое не связано с нужными обычными физическими. Это некоторый халом. Когда человек говорит, «У меня был халом, вот у меня было сновидение». Сновидение – это означает, вот это вот халом-халом – это не просто сон, а это сновидение. Дальше говорит… Ну, просто мечта, не верите, халом. Я халом? Да. Ну, хорошо, говорит, человек, я заснул и видел мечту. Так не скажешь. Нет. Это два значения. Я это видел во сне. Райте, забы хожу. А второе – они халом, я об этом мечтал всю свою жизнь, иначе не переведешь. Правильно, да. Но вот я согласен с этим совершенно, но как бы на иврите, на иврите… Ну, есть нечто общее, конечно. Я просто добавляю, что в принципе это слово допускает в разных контекстах два разных перевода. Один – это сон, а второй – это мечта. Окей. Дальше. И возвращается к чему? Говорит о том, что в отличие от того, что принято считать, что человек, который находится, ну, в таком, скажем, бессознательном состоянии, физического бездействия, да, и он, и у него какие-то мечты, там все, ну, ерунда как бы. Важно то, что человек реально делает с лопатой, а то, что он лежит в кровати и как бы мечтает, это никого не интересует. Правильно? Но он говорит, это не так, потому что субботу, можно понять, суббота, в ней есть активная составляющая, и эта активная составляющая, она выражена в том, что сказано про, сказано про, про Всевышнего, лаосотто шаббат, он сделал субботу, что означает сделал субботу, сделал субботу, в том смысле, что он сотворил, вот этот, уникальное состояние менухи, и уникальное состояние отдыха, который не означает, что человек просто сидит, просто сидит, и как бы ничего не делает, просто не работает. Это один из параметров, но может быть даже не самый главный, а самый главный параметр, что эта менуха, отсутствие физической деятельности, создает возможность для души активно действовать. Например, лохлом холомот. Сейчас не говорю заниматься торой там и так дальше. Ну, например, лохлом холомот. И это, и это, это та активность, которая есть в субботу. Теперь дальше. Времени практически не осталось. Я как бы закругляю. Прошу прощения, с немножко сумбурным было. Вот последнее, то, что говорит Ханан Парад, да, отвечает на вопрос, в чем смысл, как можно понять смысл вот этой интимной связи между Ибней-Исраэль, между евреями и субботой, как знак, как знак завета между Всевышними и Ибней-Исраэль. он говорит, вообще странно, все люди созданы бы целыми локим, то есть все люди созданы по образу и подобию Божьему. Все люди так или иначе связаны с общим, как бы, Дера Херас, с общим ритмом-ритмом. То есть они физически работают, они должны отдыхать. Но в чем заключается, тогда как можно понять, можно понять вот это слово, енофаш, и через него раскрыть эту особую связь. Объясняет. Говорит, что только у евреев, или скажем так, у евреев в особенности есть способность открыть в субботном отдыхе нечто такое, что другие народы открыть не могут. Другие народы могут отдыхать в этот день. Но они не могут открыть ту особую связь, которая открывается у евреев в субботу, приводит такую вещь. Я холят ли голод бы кирбам? Эдзора холом в лейтанекбо. Открыть в субботу, возможность открыть в субботу, вот этот свет этого холома, этой мечты, и лейтанекбо, и наслаждаться им. Как сказано в Широширим, насколько прекрасно, и насколько, не знаю, замечательно, превосходно вот этого любовь, которая связана с таанугим, которая связана с наслаждениями. И говорит, что вот именно эта наслаждательная часть, это особое кайфование, которое есть, которое должно быть, потенциально может быть у евреев в Бне-Исраэль, и которое выразано словом военнофаж, вот именно это и говорит о некоторой особой связи. И заканчивает. Последнюю фразу хочу сказать. Говорит, а в чем же вот это особенное свойство природы Бне-Исраэль, которое по параметру как бы субботы, и говорит, что Раф Кук объясняет то, что сказано между мной, между Всевышним и Бне-Исраэль, знак вечный, это означает, что у этого народа есть циголет, у него есть способность, возможность внутри души найти возможность лаитане калашем, наслаждаться Всевышним. И в этом заключается вот эта интимная связь. Ну, вот так, смотрите, это сложно, я даже сначала думал, как бы рассказывать, не рассказывать, потому что это как бы это на иврите так, когда читаешь, что в общем, ну, понятно, но это оставляет много мест в переводе на русский, это может быть выгодно сумбурно, но, в общем, мне как бы важно было рассказать, мне кажется, что это очень интересно вот провести, именно пытаться понять, в чем отличие субботы для народов и отдыха для народа и вот той особенности, которая выделена в том, что сказано, что это знак, знак вечный, в чем это знак вечный между завета и именно суббота. Ну, вот это приблизительно то, что я хотел сказать. Окей? Фух! Народ не заснул. Есть вопросы? Нет, есть вопросы. Да, пожалуйста. Да, хочу спросить. Значит, слышал, что Всевышний в шаббат прекратил, прекратил работу. А есть какие-то рассуждения, мнения о том, а, да, вот прекратил работу, что означает, что якобы он что-то сделал в шаббат и именно в шаббат прекратил. Вот есть какие-то рассуждения о том, что это могло быть? Что мог сделать? Сделал Менуха. Как объясняет Ханан Парад, это классический комментарий, что он сделал, он сделал Менуха. Причем, я пропустил это. Есть кусок, который он объясняет, что известно, вот то, что вы сейчас спрашиваете, да, это была проблема, и когда перевод семидесятника, да, 70 мудрецов посадили переводить на греческий, правильно, они перевели, что закончил в шестой день, а не в седьмой. Почему? Потому что возникает как бы проблема. С одной стороны сказано, что вы Яхулу, Шамайм, в Аарзе, все было закончено в шестой день. А почему, что рассказано в седьмой? Они перевели специально в шестой, хотя на иврите сказано в седьмой. Почему? Потому что ответ, который он пойдет такой, что он сделал в седьмой день? В седьмой день сделал вот это особенное состояние Менуха, в котором человек, в котором евреи, в котором Бне Исраэль, они могут имеют возможность особенно приблизиться, понять, кайфовать, как угодно, вот эту интимную связь со Всевышним. Так я это понимаю. Очень здорово. Хотя можно добавить еще второй комментарий к этому месту. Это один из, что была создана Менуха. А второй, что на самом деле это произошло точно на границе между шестым и седьмым днем. потому что для человека невозможная точность, которая возможна для Всевышнего. Ну да, то есть, как бы человек, когда делает, у него не может быть. Есть шестой день, есть седьмой день. А Всевышний сделал так, что как бы вся земля и небо были закончены, они так это в ту же секунду это говорится как волос он вошел на самом деле понятно что имеется ввиду почему может быть эта способность видеть в субботе этот знак он связан как-то с миссией израиля потому что суббота совсем не простая вещь такая возможно когда другие народы осознают цель творения то они тоже смогут присоединиться к этой миссии это как бы вопрос который мы все время возвращаемся когда споры о том могут ли не правильно то что технически разводят и говорят шамор вы захор да то есть 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 память о субботе да и есть соблюдение субботы память о субботы как бы память о творении и это отбивает зажигая свечи так это могут делать любой человек а вот как бы соблюдать суббота да но мне кажется что это это как бы технически хорошо отбивается на уровне как бы понятий нам это вот знаменитая фраза которая звучит очень тяжело да о том что в талмуде сказано что не еврей который соблюдает субботу он вообще говоря достоин смерти на смысле что он делает какую-то ужасную вещь и казалось бы что такого человек кайфует субботу почему бы нет вот ханан парад мне кажется он пытается найти ответ ответ вот на этот сложный на этот именно сложный вопрос в чем вот эта уникальность ну кей можно пару слов добавить да пару слов можно значит но фиш это насколько я знаю на иврите это как бы и активный отдых когда говорю отпуск активный отдых то есть это не просто ничего не делание прекратить работу это что он делал а другое дело наслаждаться результатами своей работы и отдыхать и смотреть он после каждого но не почти после этапа творения он говорил дыхали и увидел что это хорошо да и говорил что это хорошо вот он когда он все это закончил и все это уже алам ушлам мир значит абсолютно совершенен полным гармоничен красив и вот она наслаждается этим миром он наслаждается тем как это все хорошо как это все получилось вот и значит то что нас призывают как бы значит насладиться тем же самым фактически да то есть мы должны увидеть каков мир его совершенстве потому что мы живем в таком мире где очень много проблем наших и всяких и вот для того чтобы у нас был пример вот этого мира совершенного да чтобы мы никогда не забывали о нем поэтому надо помнить его и хранить его до куда мы собственно идем к чему мы стремимся и это надо не просто понимать а именно переживать и вот поэтому мы все это делаем делаем чул делаем там кедуш делаем все учим тору и как будто мы в районе наслаждаемся так сказать так же как всевышний наслаждался когда он все вот мы должны пережить этот момент чтобы он в нас все время был чтобы мы знали каков мир может быть да то есть да вот это вот в современном израиле столько я понимаю вот это одна из проблем почему потому что человек это есть проблема проблем да я отдыхаю в субботу я кайфую когда я садусь на машину на море а ему говорят нет субботы ездить на машине нельзя а он говорит тогда я не буду кайфовать ну вот где он новость вообще в новость люди как бы садятся в машину там уже это начинается аллах от почему машину нельзя потому что она может поломаться и не просто потому что нельзя наслаждаться все ломаться это велосипед машина круче там просто да и человек в напряжении он водит машина там двигатель внутреннего сгорания ты зажигаешь машину зажигаешь огонь это как бы побочная вещь но главное что это отвлекает человек от этого совершенства то есть ну это уже другое дело но есть формальные вещи которые запрещены но понятие понятие довольно тяжело то есть вот вот эта связка связка может быть это очень еврейская связка да связка мира с одной стороны очень точным перечнем чего нельзя делать да там вот того что мыло выжимать там какие-то вот эти вещи которые выводятся из работ которые были в храме и их нельзя делать ну понятно да вот эти вот малоход с одной стороны очень точное перечисление чего нельзя делать да там лампочку зажигать еще что-то даже какие-то очень мелкие вещи, с тюбика что-то выжимать, ну, кажется, ну, вообще, ну, при чем это здесь? А с другой стороны, вот Ханан Парад описывает вообще шаббат, как халомы, халома аулам, вообще, это dream, dream of the world, да, то есть мечту всего мира. А с другой стороны, не можешь пасху с тюбика выжимать, ну, а как это вот сочетается? Не знаю. Ну, вообще говоря, я думаю, что нельзя пренебрегать мелочами, иногда простое нажатие на красную кнопку какую-то, ну, и черт с ней из Голландии, казалось бы, мелочи. Будем надеяться, что у нас нет голландцев, будем надеяться. Нет, я в том смысле, что ты иногда вместо стакана сока глотнул стакан, там, чеще всего средства, вот, пожалуйста, ты оказался в совершенно другом месте. Мелочи, это так, мы можем понять иногда, что мелочи, там, скажем, могут вырастать в крупные вещи. Да не просто мелочи, в общем, мне кажется, что здесь есть такая дальновидность, что, вот, например, одна какая-то такая мелочь, она влечет за собой какие-то другие вещи. То есть, если можно зажигать лампочку, то почему же здесь зажечь махшев, да, и не развлекаться, и не там посмотреть. Да, но, как бы, общая схема такая, что это не просто для понимания, это не просто для понимания, не просто для понимания. Окей, то есть, один из моментов, да, ну, хорошо, окей, да. Это важный момент, да. Окей, Тимофей, да, мы слушаем, я вижу руку. Да, если есть еще время. Да, конечно. Мы говорим, что на Израиль могут какой-то особый танук почувствовать в субботе евреи, такого возможности не имеют. Это как-то можно проверить, увидеть, заметить, или только на мнение мудрецов можно полагаться в этом вопросе. Ну, градусником, по-видимому, просто померить все ясно. Ты же понимаешь, ну, как можно померить? Ну, никак нельзя померить, просто пытаются понять. Пытаются понять, смотри, ну, опять же, возвращаясь к чему. Если бы было по-простому сказано, просто Всевышний отдыхал, и ты должен отдыхать. Ну, тогда понятно, что это каждый человек. Ну, вот эта уникальность субботы, то, что связано в том, что это не просто сказано военнопаж. Это мы еще из-за этого пытались понять, то сказано, что это символ завета между мной и Ибн-Исраэль. Ну, почему это именно символ, почему этот символ, когда этот символ, он является символом общечеловеческим? Все устают, все хотят отдыхать, набраться сил перед трудовой неделей, я не знаю, как это было. Почему? Вот это вот трудно понять. Вот на это, на это я пытался передать ответ Ханан-Парад. Потому что иначе это невозможно понять. Окей. Спасибо. Сейчас еще одна рука есть. Да, Сергей, мы слушаем. Можно тогда вопрос такой. То есть, получается, что если у евреев есть некое отличительное свойство по отношению к другим неевреям, соответственно, то это не входит в противоречие, что Бог все-таки создал всех по образу и подобию, и как бы все в целом равны. А получается, что у меня этого свойства нет, и я в эту субботу не могу почувствовать полноту, полноту всех ощущений. Не могу понять, что такое настоящий идеальный мир получается. Мы привыкли считать, что идеальный мир, когда все равны. Правильно? Ну, как по-простому. Мы считаем, что правильно, когда все равны. Вот так, наверное, считается. Что вообще нехорошо говорить, когда кто-то среди равных есть более равных. Скорее одинаковые возможности есть. То есть, может быть, можешь как бы достичь этого, любой может достичь. А тут получается, что априори нет. Я не думаю, что априори нет. Я думаю, что идея такая. Говорится, что субботний отдых и вообще ощущение субботы – это хаваят-шаббат. То есть, вот это переживание субботы – это не простая вещь. Это не просто физический отдых. Это не просто смотреть телевизор любимую программу. Это я пересчитываю, да, на понятные вещи. Это не просто поехать на море. Это нечто другое. Для того, чтобы это понять, у тебя должен быть другой статус. Этот статус может быть, когда ты вообще, говоря по жизни, живешь некоторые особые жизни, в которой живут евреи. Наверное, вот так. Иначе действительно невозможно понять. Мне все-таки кажется, что… Эмиль немножко об этом говорил. Это очень сильно связано с нашей миссией, с нашим представлением о идеальном мире. И я все-таки все время удерживалась от того, чтобы здесь привести объяснение «Маниту». но оно как бы не им придумано, оно как бы немножко в сторону нас уводит. Но, тем не менее, мне кажется, что оно тоже кое-что объясняет, что, как объясняет «Маниту», это на самом деле соответствует простому пониманию Таре, что «Суббота Всевышнего» означает, что он устранился от совершенствования мира. Мир еще не достиг совершенства, в нем еще много надо исправить, но это он оставил для нас. Как мы говорим в «Субботнем кедуши» – «Ашер Барайлю Кима Лассот», который Бог… Он отдохвал от всей работы, которую он сотворял. Лассот. Что значит «Лассот»? Чтобы мы ее делали. Он сотворил нам работу, чтобы мы ее делали. Он сотворил мир как поле деятельности для человека, чтобы человек довел его до совершенства. И вот одним из аспектов соблюдения «Субботы» – понимание нашей миссии, что мы должны довести все вместе мир до совершенства. И тогда будет уже идеальная «Суббота», о которой мы говорим, «Суббота человечества». Как бы известно по Медрашу, что история человечества делится в соответствии с днями недели и конечными этой «Субботы». В какой-то момент эта миссия возложена на евреев, нести вот эту идею, но она ее должна принести человечеству. Поэтому в той мере, что неевреи в состоянии воспринять эту идею, я думаю, они могут и присоединяться к соблюдению и к несению этой идеи тоже. Вот такое мое мнение. Ну, хорошо. А вот у меня вопрос Сергея навел на такие мысли, что переживание «Субботы» возможно не столько связано с тем, евреем я родился или не евреем, а зависит от некой эволюции, эскалации и стремления к этому переживанию «Из шабата в шаббат». То есть, если я возлюбил шаббат, то я жду его наступления через неделю, и в этом ощущении могу расти и возрастать до конца, как говорится, своих дней. Окей. Ну, хорошо, Сабаба. Может быть, да. Да. Ну, хорошо. Давайте на этом остановимся, да? Поскольку на этом как бы разбегаешься. Всем спасибо. Да, всем спасибо. Нет, у тех, которые остались, мы как бы, значит, им было интересно? Нет, все, нет проблем, все замечательно. Просто как бы, Седар, мы довольно долго все тут получается, но я думаю, что, в общем, в этом как бы есть смысл. Окей. Ну, хорошо. Всем спасибо. Стараемся, украинцы, украинцы. Хама. Спасибо. Причитим. И так. Всем счастливо. Пока. Всем здоровья. Пока-пока.